В октябре исполнилось 10 лет с начала контртеррористической операции США в Афганистане, которая называется «Несокрушимая свобода». Неожиданные итоги военного присутствия на территории этой страны подвел глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов. В интервью моей коллеге Ирине Росиос он рассказал, что начиная с 2001 года объемы производимого в Афганистане героина выросли в десятки раз. Весь героин, который попадает в Россию, сейчас производится именно в этой стране. Я назвал бы три основных итога. Первый – это феноменальный рост производства наркотиков в более чем 40 раз. Второе – это милитаризация региона. Сегодня в Афганистане находится свыше 150 тысяч иностранных военнослужащих и значительное количество военных баз. Ну и третий итог – это гуманитарная катастрофа, политическая нестабильность и расширенное воспроизводство боевиков. Что я имею в виду? 6 миллионов беженцев из Афганистана, почти полтора миллиона наркозависимых, очень низкий уровень жизни.